Всем привет! Настало время поговорить о смартфоне Highscreen Yami Duo. Это Android-телефон, поддерживающий работу с двумя сим-картами. Теперь он выглядит таким образом. Наверху фронтальная камера 0,3 Мп, разговорный динамик, датчики освещенности и расстояний, диагональ сенсорного экрана составляет 4,3 дюйма, разрешение 800 на 480 точек. Пиксели малозаметны, распознаются одновременно до 5 нажатий мультитач. Телефон корректно обрабатывает нажатие, имеет достаточно неплохие углы обзора. И панель закрыта либо минеральным стеклом, либо каким-то твердым пластиком, который не продавливается пальцем. Внизу 4 сенсорные клавиши, домой, меню, назад и поиск. На левом торце качелька громкости. Здесь микрофон, справа клавиша выключения блокировки. С прикольным эффектом выключения старого телевизора. Наверху гнезду 3,5 мм для наушников. Разъем microUSB для зарядки и соединения с компьютером. Переворачиваем и видим камеру 5 Мп с автофокусом и со вспышкой. Логотип High Screen, динамик. Крышка сделана из пластика Soft Touch. Здесь тоже Soft Touch. А по периметру идет пластик окрашенный под металл. Крышка сидит туго. Но это хорошо. Она не скрипит и не сваливается. Два разъема SIM. Разъем для карты памяти microSD. Карточка на 4 ГБ идет в комплекте. Аккумулятор имеет емкость 1500 мАч. В принципе на день работы его хватает. А на второй день придется заряжать. Так, теперь интерфейс. Обычный самый ванильный Android. Несколько рабочих столов, на которых можно размещать виджеты, ссылки, папки. Меню уведомлений. Клавиша быстрого доступа к Wi-Fi, Bluetooth. Передача данных, либо SIM1, SIM2. Вообще, без мобильного интернета. GPS. Режим вызовов. Здесь отображается оповещение о пропущенных вызовах. SMS. Есть и кнопки управления плеером, если он у нас работает в фоне. Поддерживаются живые обои. В общем, все стандартно. Меню представлено в основном приложениями от Google. А то придр пол загружен из Google Play. PDF документ. В основе телефона лежит процессор MT6573 с частотой 650 МГц. Есть 512 МБ оперативной памяти, 512 МБ ПЗУ. Быстроработающим он, конечно же, не является. Но производительности хватает на выполнение традиционных задач. На работу простых игрушек. К коим относятся Angry Birds и тому подобным программкам. Так, есть из коробки автомобильный режим. Клавиши становятся большими. И по ним удобно тыкать, сидя за рулем. FM-радио работает с наушниками. Магазин Google Play. Скайп, увы, не работает, вылетает. Не позволяет даже обмениваться сообщениями. Не говоря уж о видеозвонках, либо голосовых вызовах. СМС. Клавиатурка обычная. Удобная. Есть вертикальный и горизонтальный режим. Браузер самый стандартный. Быстро достаточно открывать странички. Как по Wi-Fi, так и по 3G. Ну, пострадействие мы показали в ролике сравнительном с Techset TM5200. Там загружали странички и открывали различные игрушки. Можете посмотреть ролик на YouTube, либо на нашем сайте мобилтелефон.ру. Там же будут выложены примеры с камеры телефона. Видеоролики. Интерфейс стандартный. Может фотографировать телефон с интерполяцией 8 Мп. Разрешение видео 720 на 480 точек. Галерея. Вот интересная функция видеообоя. В качестве фона можно поставить фильм. Конечно, разрешаться. Телефон будет гораздо быстрее с таким фоном. Звука, к сожалению, нет. Есть стандартный. Такой вот видеофон. Типа небо. Давайте поставим обычные бойки. Так, дальше. Диктофон есть. Диспетчер задач. Закрывает запущенные приложения. Убить все. Убили и освободили оперативку. Калькулятор. Диспетчер файлов. Музыкальный плеер имеет проблемы с распознаванием тегов на русском языке. Ну, этим грешат достаточно. Большое число телефонов нам роют. Громким телефон нельзя назвать. Точнее, наоборот, тихим нельзя назвать. Достаточно громкий прослушать звонок не даст. Вибрация у него хорошая. Настройки. Это двухсемник. Один радиомодуль. Поэтому сим-карта работает в режиме ожидания. Это означает, что если вы разговариваете по сим-карте 1, то сим-карта 2 будет недоступна. Однако, если вы сидите в интернете через сим-карту 1, то до второй сим-карты можно будет дозвониться. Можно настроить сим-карту по умолчанию. Если мы будем кому-то звонить, телефон будет автоматом выбирать карточку, либо всегда будет спрашивать, с какой осуществить действие. То же самое касается SMS. Видеозвонки только по первой карточке, потому что только она работает в сетях 3G. Передача данных. От телефона. 2, 3, 5, ями, 2. Есть сервис обновлений по воздуху. Но пока для телефона нет ни домой апдейта. Нет обновлений. Новости погоды. Фонарик. Очень полезная функция. Во многих случаях даже полезнее, чем музыкальный плеер. Телефон, кстати, не может воспроизводить HD-видео. Но, в принципе, от него это и не требуется. Стоит он гораздо меньше, чем телефоны, которые на это способны. Фотокамера, часы. Наверное, на этом все. В заключение хочется сказать, что High Screen Yami Duo, это, по моему мнению, сейчас самый лучший телефон у High Screen. Ранее я считал лучшим телефоном этой марки Jet Duo. Ну, Yami Duo гораздо интереснее. По личным ощущениям он, кажется, работает быстрее. У него больше и лучше экран. С его помощью удобно сидеть в интернете. Удобно читать документы. Опять же, навигация гораздо удобнее. Рекомендованная розничная цена сейчас составляет около 9000 рублей. И за эти деньги покупатели получают достаточно хороший Android-телефон с поддержкой двух SIM-карт, с балансированной производительностью и незамусоренным интерфейсом со сторонними всякими приложениями. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал и оставляйте комментарии.